ПЕЧАЛЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ Печаль последних лет – это жизнь страны в погружении в абсолютную дурь. Абсолютную дурь. Она разнообразна, она прямо переливается самыми разнообразными цветами и оттенками. Все оттенки глупости, все оттенки серости, все здесь и полно всяких преобразователей, которые рассказывают, в том числе и мне, как надо жить в России. Что она из себя представляет? Люди, абсолютно ничего не понимающие, не имеющие жизненного опыта, не имеющие образования. Ну хотя бы самообразование, хотя бы разберитесь в том, о чем вы говорите. Попытайтесь почитать какие-то книжки, какие-то справочники. Боже ты мой, сколько же дури, сколько же идиотов живет рядом с нами, мы иногда даже не знаем. Бух ты мой, общаешься с человеком, кажется, что он нормальный. И вдруг какой-то вопрос, который касается жизни народа, всего нашего Отечества, истории, будущего, естественно, научной концепции Вселенной, законов истории и законов природы. И оказывается, что человек совершенно сумасшедший, он вообще ничего не знает. Он в школе-то учился, я думаю? Или что сейчас в школе происходит? Чему учат? На такие простейшие вопросы, которые всплывают во всех этих дискуссиях, оказывается, люди в школе не получили никакого знания. Или они его с легкостью отбросили в пользу какой-то совершенно гомерической глупости. Я понимаю, когда человек в каком-то предмете достиг некоторых успехов и некоторого знания, понимания того, чему учат в школе, в вузе. И дальше он начинает пересматривать, то есть он начинает исследовать границы вот этого предельного знания. И там пытается открыть что-то иное, то есть построить какую-то иную концепцию, например, законов природы, пытается опровергнуть и так далее. Это, кстати, одна из таких важных тем, к которой когда-нибудь хотелось бы обратиться. Что у нас есть знания, которые считаются закрепленными и незыблемыми. Но тут нужно разбираться. И для того, чтобы считать, что это знание устоялось и что нет пределов у каких-то выявленных закономерностей, нужно формировать базы знаний, которые постоянно пополняются. И есть предметная критика определенного пункта этих знаний, а не вообще общая теория всего. Это сразу в помойную яму, как и все фантазии по поводу вечного двигателя. Тоже у меня были такие люди, вроде нормальный-нормальный, и вдруг говорят, да чего вы тут, зачем вы отключитесь от этой лужковской системы обеспечения электричеством. Вон, есть изобретатель, у него дома вечный двигатель стоит, только в розетку его воткнуть и все вам будет. В общем, бред сивой кобылы возникает среди людей, которые кажутся вроде бы вменяемыми нормальными. Ну и вот, я не знаю, наверное, коллекцию начну дури собирать. В последнее время мне написали, что орган, музыкальный инструмент на орган, я там выставил, вот, такатую фугу ля-минор баха, великолепное произведение, просто фантастическое. И мне пишут, что орган это не русское. Надо заменить орган, надо заменить на гармошку и балалайку. Прямо вот так вот и пишут, что вот гармошка и балалайка это русское, а орган это не русское. Вместо того, чтобы послушать музыку и восхититься гением человечества, вот эту глупость начинают обсуждать. А другой человек говорит, это не русское, потому что при богослужении это излишне. Нельзя органов вставлять в русскую церковь, как будто это кто-то предлагал. Ну там протестантские, католические храмы предполагают наличие органов, там место есть, у нас нет такого места. Традиции другие. Мы вообще о другом говорим. Вообще говорим о другом. Взять орган, поменять на гармошку. Ребята, вы свихнулись что ли совсем? Ну, видимо так. Действительно, если Господь Бог хочет наказать нас по грехам, то вот у нас все больше будет вот таких мозгоблудов. Или что тут? А как Россию сделать монархией? И вот мне чудак один пишет, вот я разработал целую систему, вот посмотрите такой-то ролик. Он даже не удосужился разобраться, как сделать этот ролик доступным для всех. Он не понял, что там есть настройки, что нужно сделать доступным для всех этот ролик. Он доступен только для него. Он говорит, у меня все нормально, я просматриваю. Почему вы не можете? Я не знаю, наверное, вы в чем-то не разобрались. Я не разобрался. А то, что ему надо разобраться, он не понимает. Ну и слава Богу, я этот ролик не смотрел, потому что изложение... Я сейчас очень каратенечко, но вам все равно надо посмотреть этот ролик. Как Россию сделать монархией? Оказывается, надо всем монархистам переселиться в какой-нибудь маленький райончик и там избрать своего главу администрации. И с помощью средств массовой информации, таким образом он думает, что таким образом средства массовой информации захвачены, вот мы отсюда такую вот монархическую... сделаем монархическую власть, начнем людей воспитывать. Бог ты мой, ну вот откуда эта глупость берется? Вот откуда эта глупость берется, что так можно? Да это просто абсолютно невозможно. Любой человек, который обладает хотя бы элементарными знаниями о том, как устроена власть, как устроена жизнь просто в России, как работают средства массовой информации, какой инструментарий есть у оккупационного режима, тут не станет предлагать подобные глупости, займется чем-то позитивным, продуктивным и так далее. Ну, я не знаю, займется там самообразованием, получив какие-то сведения о России, о русских, начнет это пропагандировать, рассказывать. Вот путь монархиста сегодня. Ну вы монархические идеи-то начните распространять. Не, мы их навяжем. Мы захватим вот маленьких. Давайте мы все переселимся. Я думаю, ну вот ты переселишься, да? Давай мы сейчас определим тебя куда-нибудь. Туда вот, в Приморье, в Хабаровский край, лучше поближе к Магадану. Переселишься, да? Уже все, готов чемоданы собрать и поехать. Ой, ужас какой-то. Что тут? Все определяет кровь. Потому что бушмену не стать русским. Потому что если бушмена привезти в Россию, даже младенцем, как его не воспитывай, он все равно будет обруселым бушменом. И на этом основании, вот на этой глупости, на этом мысленном эксперименте, человек делает выводы о том, что материя преобладает над духом. Я как-то пытаюсь вразумить и говорю, да нет, дух преобладает над материей. Каков дух такова и материя? Не наоборот. Какой бушмен? Вы видели хоть одного бушмена, который попытался стать русским? Да нет такого, нет. И если это и есть, то это единичные случаи, которые можно детально разобрать просто из любопытства. А есть более массовые случаи. Переселяются люди, которые антропологически, но ничем нет. Да никак вы не отличите. Немца от русского вы никак не отличите. Грека, испанца, итальянца, но они чуть более чернявые, и русских чернявых полно. Или там скандинава, они там более светловолосые, русских светловолосых полно. Вы их не различите антропологически. А все определяется воспитанием. Если вы младенца переселите в русскую среду, он вырастет русским, и никто не заметит, что он, я не знаю, там происхождение не местного. Все будет определено той средой, в которой человек вырастает, в которой формируется его духовный склад. Ну может быть и русский, который живет среди русских, у него там 7 поколений русских в предках. Может быть даже доказаны, у некоторых такие есть. Хотя я думаю еще днем с огнем поискать, кто там на 7 поколений всех предков своих знает. Их там слишком много. Дедушка, бабушка уже четверо. А дальше удвоение каждый раз, на каждом этапе. И сколько там, я не знаю, под сотню уже наберется. Всех знаете, то есть у всех справочки есть, все точно русские, известно, где проживали, ну конечно не найдется таких. Я думаю, что может быть даже ни одного не найдется. Ну хорошо, мы допустим, пусть вот все, русак. Но ежели ты русофоб, если ты ненавидишь историческую Россию, если ты клевещешь на христиан, на Христа, если для тебя православие это оковы, да ты просто иудей, не подготовленный еще тебе вот в синагогу, там тебя с распростертыми встретят, потому что клевета на Христа и на христиан является основой этой антирелигии, которая противоположна христианству, противоположна православию. А так ты по биографии ну совершенно русский человек. Так что здесь первично, что вторично? Это марксисты так учили, что основной вопрос философии материя первичная или вторичная? Ну пусть даже на этом примитивном уровне, это конечно примитив. Там и то, и другое первично. Да, через материю не перепрыгнешь. Да, через дом человеку не перепрыгнуть, так уж материально устроен. Даже через одноэтажный дом ему, видимо, не перепрыгнуть. Но есть дух, который определяет всю стратегию жизни. И перепрыгивать не надо, это бессмысленный мысленный эксперимент. Так же, как с бушменом. Но вот эта вот глупость, кровь все определяет. Ну, значит, в тебе, наверное, кровь все и определила, что ты такой дурак. Тоже пишут. Дайте мне лидера от Бога. Сейчас таких нет. Требую лидера от Бога. Ну, я думаю, может ты сам такой? Ну, давай ты лидер от Бога. Попробуй, попытайся, может быть, остальные поверят. А на самом деле все это превращается в формулу да я ни одному человеку не поверю. Да пусть сам Христос спустится с небес, я не поверю, что это лидер от Бога. Ну, как, собственно, древние евреи не поверили, что вот он Господь Бог перед их глазами. И давайте мы его распнем. То есть вы увидите идеального человека, и у вас возникнет желание его уничтожить. Вот такая установка оказывается у нас. Дайте мне достойного лидера. Ну, ты сам-то будь достоин. Сам-то будь достоин России, в которой жили твои предки. Ну, нынешнее безобразие сравни с тем, что было там до 17-го года. Величайшее явление мировой истории. И величайшая трагедия русского народа вот на сегодняшний день. Логичное продолжение тому беспределу, который начат большевиками. Ну, а до них там предателями-февралистами. Сначала сам будь достоин того, чтобы у тебя появились достойные лидеры. Может быть, тогда и сам станешь лидером. Нет, дайте мне лидера, и все. Вот. Еще тут вообще просто бред силой кобылы. Оказывается, у нас Руси-то не было домонгольской. Оказывается, была какая-то страна под названием Славия. То есть, вот это... Не хочется ругаться. Вот этот человек, ну, видимо... Знаете, есть такие карты, которые рисовали ну, там, средневековые мастера этого искусства в Европе. То есть, пытались ездить там по рассказам что-то, сами где-то видели, пытались чертить какие-то карты и сами наименования давать там. Где-то взяли, написали на огромной территории. Тартария. И вот человек, недалекого ума, говорит, так это было государство Тартария. Огромная территория. Наверное, на какой-то карте кто-то написал Славия. Ну, там, территория, на которой живут славяне. Он так обозначил. И вот чудак смотрит на карту и говорит, Господи, нам наврали, вся история совершенно другая. Никакой Руси не было, да монгольской была Славия. И мне всерьез вот это пишут. Братцы мои, ну попробуйте, ну прежде чем рот открывать, прежде чем что-то обсуждать, ну изучите вопрос, ну спросите у кого-нибудь, о чем идет речь, что это за Славия такая, что вы на карте увидели. Не слушайте придурков, которых сейчас полно, как не откроешь Ютуб, обязательно тебе попадется какой-нибудь там лектор или свихнувшийся там на Ивашовщине сектант. Ну вы разберитесь в классическом сначала, в классической науке, в классическом знании, в том, что написано в учебниках. Ну хорошо, вам школьного учебника недостаточно, выпишите там себе учебник по истории России, я не знаю, там МГУ или какого-нибудь там вуза. Ну посмотрите, посмотрите, поразбирайтесь. Попытайтесь поговорить с профессиональными историками, не с мозгоблудами, которые себя выставляют в качестве знатоков, не зная, не понимая ничего. Я таких тоже встречал полно, присылают какой-нибудь ролик, ты начинаешь слушать, говорят, вот, ну смотри, вот то, что здесь, то есть настоящее. И начинается, Бог ты мой, чего только не наслушаешься, такая ерунда. Ну я больше пяти минут не выдерживаю, а потом зачем все это слушать-то? Зачем это мозгоблудие? Зачем вообще эти люди существуют вокруг нас? Ну, наверное, в качестве соблазна такого, чтобы вы тоже сошли с ума. Они сумасшедшие, вы тоже сойдете с ума, если будете обращать внимание на них. Нам нужно фундаментальное знание, и вот те самые базы знаний, по которым и идет исследовательская работа. Не мозгоблудие, попытка все перевернуть, то есть не зная основ, не зная источников, не зная того, что уже того пути, который прошли исследователи, пытаются все перевернуть вверх тормашками. Вот этих людей надо держать подальше вообще от каких-либо средств массовой информации, они вредят. По-настоящему вредят. Сводят с ума нестойкие натуры. Нам нужно фундаментальное знание, в том числе и о нашем Отечестве, о Руси, о русском народе. И только с этим знанием мы способны быть ближе друг к другу, не обсуждать всякую ахинею, а укрепляться в знании о нашем Отечестве. Вот с этим мы спасемся. Слава Руси! Господи, спаси!